Я понимаю, что это экспериментовать. И тогда ты в эксперименте сможешь найти ту цель, до которой ты на самом деле больше хочешь. Когда вчера стало тесно, Виталий начал искать новое помещение и нашел полузаброшенный завод. Вместе с лабораторией ресайклинга зеленью они начали обустраивать пространство цехов и заводских территорий. Подтянули туда своих партнеров, а те подтянули своих. Так на место рабочих мощностей пришел креативный бизнес, а у завода началась новая жизнь. Для нас важно, что люди разных дисциплин объединяются вокруг определенных проектов и идей, взаимодействуют и из этого создается продукт. Он может быть интеллектуальный и физический. Это середовище, власне, имеет на мету развитие интеллектуальной работы, где важна идея, первое за все. Тут, первое за все, есть какая-то думка. После этого она вливается в какой-то певный проект, продукт. Это важно для середовища и завода. Ну и для нас очень важно это, власне, кросс дисциплина. У нас есть архитектори, дизайнеры, инженеры, театрали, пекари, художники, мейкеры, вручную выготовляют разные классные книги, татуировщики, відео-фотооператори. Ну и айтишники тоже. Как же без них? Они тоже знают. Эта мечта – это создание микросвитов. Когда ты создаешь такой мир, в котором тебе хочется жить, тебе оточат те люди, которые тебя вдохновляют, ты взаимодействуешь. Самые объекты, сами средства, они так же на это работают. Поэтому это, может быть, одна большая идея – создать эти микросвиты, возможно, много, которые потом объединятся в какой-то макросвит, в котором это будет достаточно позитивно и натхненно жить.